МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В студии информационной программы «Твоя новость» и Марина Бартинева. Здравствуйте, сегодня в выпуске. О задачах, поставленных губернатором перед Армавиром, и о новых планах на 2013 год говорили на планерном совещании в городской мэрии. На нем побывала и Юлия Денишкина. Разработка армавирского школьника Павла Курбацкого установлена в здании администрации. На презентации пилотного проекта побывала Дарья Топчева. Острова невезения в Армавире появляются, как только над городом тучи сгущаются. Об этом и не только Юлия Чернышева. Частица Олимпиады в родном городе. В Армавир привел факт предстоящих игр в Сочи 2014. За церемонией наблюдал Марк Бугаец. Организовать контроль в медицинских учреждениях города. Уделиться внимание повышению заработной платы, а также обсудить тонкости краевых программ, в которых участвует Армавир. В городской мэрии прошло расширенное планерное совещание. Все о новых планах услышала из первых уст Юлия Денишкина. Традиционно на совещании озвучились задачи, цели и отчеты о проделанной работе. Одной из главных тем на повестке дня стало планирование модернизации всего жилищно-коммунального хозяйства. Еще глава отметил динамику развития потребительской сферы, а также сообщил, что город получил ряд торговых объектов. В сфере здравоохранения звучали предложения о новых принципах обращения. Кроме того, городу и районам необходимы универсальные медики, а именно нужны офисы врачей общей практики. Для того, чтобы привлечь медицинские кадры, для того, чтобы молодежь пошла за получением специальности медика, необходимо строительство жилья. Потому что был большой промежуток времени, когда мы утеряли престиж к профессии медицинских работников. И вот также в послании было отдельно озвучено о том, что будет реализовываться на территории края программа по предоставлению жилья для медицинских кадров. К 2013 году зарплата врачей увеличится на 20%. По словам губернатора края, к 2016 году она составит 54 тысячи рублей, а к 2018 – 83 тысячи. По новой программе в микрорайонах города будут построены два фельдшерско-акушерских пункта. Заработная плата учителей поднимется на 20%, а педагогов дополнительного образования – на 30%. Благодаря краевой программе должны решиться вопросы газификации сельской местности. С докладом об оперативной обстановке в городе выступил начальник отдела МВД по городу Армавиру Владислав Вечеря. В период с 1 по 28 февраля текущего года в отдел МВД России по городу Армавиру поступило 2198 заявлений о сообщениях происшествиях. Зарегистрировано 220 преступлений, плюс 22 к аналогичному периоду прошлого года. При этом снизилось количество грабежей чужого имущества, краж всех видов, в том числе краж сотовых телефонов. Также глава пояснил, что водоканал и теплосети должны осуществить перерасчет по квитанциям за январь и февраль. А решение проблемы – это стопроцентная установка общедомовых приборов учета. Юлия Денежкина, Александр Жирилеев, служба новостей Армавира. Создать доступную среду для инвалидов, как того требует от муниципалитетов, губернатор края в нашем городе решили наряду с традиционными способами, не вполне стандартно. Значимый объект. Администрацию города оснастили устройствами, помогающими слепым и слабовидящим людям ориентироваться в пространстве по звуку. В дальнейшем разработка может использована во всех социальных учреждениях, на общественном транспорте. На презентации пилотного проекта бывала Дарья Топчева. Презентация программно-аппаратного навигационного комплекса разработки Павла Курбатского – событие знаковое. Изобретения армавирского школьника неоднократно привлекали внимание специалистов и отечественных, и зарубежных. А теперь и власти родного города проявили высокую заинтересованность и решили оснастить здание администрации устройствами Павла. Сегодня проходит презентация программно-аппаратного навигационного комплекса, состоящего из индивидуально носимого комплекта в виде электронных очков и миниатюрных датчиков. Человек с помощью бинауральной системы восприятия может с помощью звуковых данных, поступающих от ИК-информера, сориентироваться, где именно расположена дверь от него и как далеко. По мере приближения человек слышит более громкий звук, то есть громкость увеличивается. По мере удаления от двери громкость уменьшается. Как это выглядит на деле, всем присутствующим продемонстрировал друг Павла и первый испытатель всех его устройств Роман Максименко. От установленных в администрации миниатюрных электронных датчиков информаторов, Роман с помощью специальных очков со встроенными динамиками узнает о своем местонахождении. К примеру, звучит сигнал – приемная главы города. При этом люди, находящиеся рядом, ничего не услышат. Конечно же, это только пилотный проект, его нужно развивать, наращивать количество очков, которые можно было раздавать инвалидам по зрению, чтобы они пользовались удобством в данной разработке. На данный момент в администрации города находятся 10 комплектов устройств Павла Курбацкого, которые будут выдавать слепым и слабовидящим людям при получении пропуска. Дарья Топщива, Александр Пензиев, служба новостей Армавира. После продолжительных осадков некоторые улицы Армавира стали напоминать знаменитую Венецию. Тротуары и дороги просто скрылись под водой. Причины самые разные. Где-то забитые ливневки, а где-то вообще их отсутствие. Юлия Чернышева с места событий. Он бежит себе в волнах на поднятых парусах мимо острова Крутого, мимо города Большого. Что бы сказал Великий Пушкин о Бармавирских озерах и какой современный царь-салтан решится их ликвидировать, неизвестно. Чтобы оказаться на том берегу, автолюбителям надо становиться изворотливее или осваивать навыки судоходства. Что и пытаются делать на улице Советской Армии 208. Они же по течению, вернее по улице, в водный плен попадают и пешеходы. Мамочка! Лёвик! Спасите! Маманя! Частенько уходит под воду и участок дороги улицы Каспарова. Здесь движения не односторонние, но из-за огромной лужи одну полосу делят все. И те, кому надо туда, и те, кому надо обратно. Неохота погружаться в болото, говорят водители. Здесь ни ливневки, ни канавки. На каких гондолах или машинах прибудут мастера дорожных дел на улицу Тургенева, 96, местным уже все равно. Лишь бы за 15 лет доехали. Хоть люди здесь живут не святые, а самые простые, и ходить по поверхности воды еще не научились, все же верят, что их не забудут. Буквально вчера была свидетелем того, что ребенок чуть не попал под машину. Переходя, вот здесь переходить не мог, переходит вот здесь. И поэтому... По дороге? На дороге, по дороге выходят, вот на протяжении сколько лет, 15, наверное. И обращались, и писали, и вот и поныне там. Как маломальский дождь, так у нас вот такая вот лужа. Невозможно выйти ни на работу соседям, в детский сад невозможно ребенка повезти. В школу сегодня мучку вывозили на машине. Ну, это неоднократно. Сухими из воды не выйдешь. Ноги промокают, не успеешь от дома и пары метров отойти, жалуется Светлана Узловенко. Кстати, нынешней ночью в Армавир снова придет зима с 5-ти градусным морозом. У горожан появится возможность перебраться на тот берег по льду. Ведь ливневки на этих участках пока только в планах. 17,2 километра коллекторов. Проблема? Ну, не хватает у нас 590-19 километров улиц. Желательно под каждой улицей иметь ливный коллектор. Но это практически невозможно. Самая большая проблема, вот и частный сектор, и то, о чем вы говорите. Сейчас стоит вода автоколонна 17-15 в этом районе. Потому что здесь раньше с автоколонны 17-15 каким-то образом она сбрасывалась на улицу Кирова. Сейчас частично это канавы засыпаны. Здесь вот прорыта она, но она малоэффективная. Конечно, здесь проблема сброса воды существует. Здесь проблема сброса воды. Мы всех стали хорошо жить, у многих машин. Начали отсыпать дороги, забывая про то, что подняли дороги выше дворовых территорий. Фактически тут каждый квартал это рисовый чек, где дороги выше уровня дворовых территорий. Естественно, вода застаивается. Поэтому мы предусматриваем какую-то часть денег, порядка 2-3 миллиона на реконструкцию ливневок. Но это очень мало для масштабов города. Юлия Чернышова, Александр Жирилеев, служба новостей Армавира. Другим новостям. Из Курганецкого Армавир в субботу наш город принял олимпийскую эстафету. За вручением флага и не только наблюдал наш корреспондент. С чего начать церемонию приветствия олимпийского флага? Разумеется, с зарядки. Собравшуюся на площади молодежь перед прибытием официальных лиц разогревал инструктор по фитнесу. И считаем. Хорошо. 4, 3, 2, у нас с вами open step. С появлением главы танцевальное настроение сменилось на более торжественное. Зазвучали патриотические песни. Россия, вечно живи, живи Россия, и выжить нам помоги. Помимо первых лиц города, поприветствовать флаг Олимпиады в Армавир прибыли гости из краевой столицы. Собравшиеся, конечно же, узнали и тепло приветствовали в прошлом прославленную бегунью Людмилу Чернову, ныне министра физкультуры и спорта Краснодарского края. Дорогие земляки, помимо того, что вы сейчас слышали, не сказали о том, что я уроженка, жительница, воспитанница Армавира. Поэтому я хотела бы первые слова сказать благодарности нашей Армавирской земле, которая меня вырастила и дала мне путь в мою большую спортивную жизнь. Чемпионка призналась, что не сразу узнала родной город. Если в ее время даже о скромной спортивной площадке можно было только мечтать, то сегодня в планах администрации новый бассейн на 50 метров и легкоатлетический манеж. Уже скоро спортивная слава Армавира сможет соперничать с его промышленными достижениями. Воспитанница школы спортивной города Армавира сегодня принимает участие в зимних олимпийских играх. В фристайле такой необычный вид, это спортивная акробатика на лыжах. Это очень такая экзотика, тем не менее мы уже встали на лыжи и уже представители Армавира, я надеюсь, будут принимать участие в зимней олимпиаде. О перспективах Армавира говорят и цифры. Глава озвучил перед собравшимися сухую статистику наших побед, хотя в этом и не было необходимость. За него красноречиво говорили медали на груди армавирских чемпионов. Если подвести итоги 2012 года, то только за 2012 год наши армавирские спортсмены принесли в копилку города Армавира более 1100 наград различных достоинств и мировых, и европейских, за что огромные слова благодарности нашим спортсменам. Разумеется, зимними видами спортивная жизнь Армавира не ограничивается. Это продемонстрировали в частности наши юные каратисты. Плавание, футбол, тяжелая легкая атлетика, весь круг спортивных интересов армавирцев не умещается даже в рамки олимпийской программы. Уже сейчас, в полном смысле слова, начался спортивный бум на Кубани. Когда мы знали о том, что такой рядовый дворец. А сегодня их на Кубани огромное множество, и они продолжают строиться. И, разумеется, в этих дворцах будут воспитаны и фигуристы, и хоккеисты, и представители других видов спорта. Выступавшие подчеркивали, что флаг не простая формальность, а высокая честь, которую наши горожане заслужили чемпионским трудом. Принимает флаг глава муниципального образования города Армавир Андрей Юрьевич Харченко. После вручения флаг отправился в спортивное путешествие по городу, а армавирцы остались смотреть концерт с участием вокальных и танцевальных коллективов. Впечатлениями от концерта зрители делились с нашей съемочной группой. Здорово, весело, замечательно, вообще все хорошо. Хорошо, когда праздник, когда мир, когда дружба. Улыбка у всех на лице, никто не грустит. Очень приятно, что в России эти Олимпиады проходят в Сочи. Олимпийское настроение у всех у нас. Все ждем побед, призов, и желаем всем победить. В Армавире флаг пробудет весь месяц. От нас с нами Олимпиады отправятся в Новокубанск. Марк Бугаец, Александр Пензев, служба новостей Армавира. Кубань, будь в движении. По таким названиям в начале месяца стартовал всекубанский молодежный марафон. 18 марта он добрался и до нашего города. В администрации собрались молодые армавирцы с активной гражданской позицией. Депутаты Молодежной Думы и представители неформальных объединений за круглым столом обсудили вопросы патриотизма и перспективы участия в движении за веру Кубани Отечества. В мае месяце мы попросим от вас, вот от такого актива, а может быть он будет более широкий, попросим от вас 1-2-3 инициативы, идеи, которые могут быть инициированы на территории всего Краснодарского края от города Армавира. Это проект может быть единичный, разовый, но вся Кубань должна знать, в один из дней года Армавир рулит. Здоровье не купишь, но 16 марта в Армавире о нем можно было позаботиться, причем сделать это совершенно бесплатно. На что пошли краевые врачи ради хорошего самочувствия граждан, расскажет наш корреспондент. С раннего утра пенсионеры в надежде на лучшее выстраивались возле мобильных кабинетов маммографии и флюорографии, как дети перед фургоном с мороженым. И настроение у всех было соответствующее, так что на вопрос, нужны ли такие акции, отвечали уверенно и с улыбкой. Обязательно, обязательно, потому что нам ходить туда, стоять в очередь плохо, а здесь спасибо за это. С результатами обследования отправлялись к врачу. Чтобы попасть к краевому специалисту, в этот день вовсе не нужно было ехать в Краснодар. Медики сами прибыли в Армавир, чтобы провести в городском дворце культуры всестороннее обследование желающих. Присутствует большое количество специалистов общего профиля и узких специалистов. Краевой специалист – офтальмолог, краевой аллерголог, также наши кардиологи, эндокринолог, окулист, терапевт, хирург, психолог, гинеколог. То есть более 15 специалистов у нас. В очереди за здоровьем люди были в основном серьезны и сосредоточены. Узнав же диагноз, многие начинали радоваться и, между прочим, благодарили и телеканал ТНТ «Армавир» за заранее предоставленную полезную информацию. Я по телевизору услышала, мы сошли кардинистанты, я пришла сюда. Так что все внимательно, все хорошо, спокойно. Я очень довольна, что следят за нашим здоровьем. Но не все пришли на прием в хорошем настроении. Валентина Григорьевна Новаторова посетила подобную акцию уже во второй раз. И в прошлом году было лучше, заявила она. Мне не нравится, я не попала никуда. Стою вот очередь, там я не попала, в другом месте тоже не попала. Сюда я пришла, пока сейчас очередь моя доходит, а говорят, что до часу. Осталось сколько, 15-20 минут. 15 минут, да? Не успеваешь. Однако волнения оказались напрасными. Врачи успокоили. Все дело в том, что основной профиль обследования – офтальмология. Большинство же пенсионеров пришло к кардиологу. Вот и образовалась небольшая очередь. Но приняты будут по возможности все желающие. И действительно, когда подошел черед Валентины Григорьевны, настроение женщины заметно улучшилось. Тут написано, как ставить и как таблетки пить. Все по бумажечке. Все? Да, по-моему, все. Все, лечите. Спасибо вам большое. Поправляйтесь. А после консультации с врачом Валентина Григорьевна просто расцвела. И дело тут в осени в чудесах медицины, а просто-напросто в чутком человеческом отношении к пациентам. Врач хороший. Я, ну, как говорится, с ней поговорила, она мне выписала. Дай Бог, чтобы я выздоровела. И дай Бог здоровья, удачи в жизни. Чтобы она еще всем таким. Марк Бугоец, Александр Пензев, служба новостей Армавир. Продолжаем выпуск. Празднование Масленицы всегда является особым мероприятием. В рамках Дня открытых дверей в Северо-Кавказском институте бизнеса инженерных информационных технологий преподаватели и студенты подготовили грандиозное торжество, посвященное этому древнему славянскому празднику. В гостях побывала и Анна Мельченко. Настоящая ярмарка раскинулась, что называется, и вширь, и вдаль. Во дворе Северо-Кавказского института бизнеса инженерных информационных технологий. Широкую Масленицу здесь отмечали с большим размахом. А мы Масленицу провожаем, и мы нами всех угощаем, о-ли-лё-ли-лё-ли провожаем. Открылась концертная программа выступлением ректора Скибиита, доктора экономических наук, профессора Ирины Оксаевой. Наш институт – это большая и крепкая семья, а Масленица – это семейный праздник. И сегодня самыми необходимыми элементами преуспевающего человека является крепкая семья, успешный бизнес. И вот это мы стараемся привить нашим ребятам в стенах института, чтобы они вышли всесторонне развитыми, гармоничными личностями. И я уверена, что они внесут свою лепту в развитие нашего города, нашей экономики. Как оказалось, студенты Скибиита могут не только учиться и писать научные работы, но также замечательно петь и плясать. Это они и продемонстрировали на импровизированной сцене, представив отличную концертную программу. Самовар пыхтит, просит чаю пить. А к чаю, как и полагается на Масленицу, отведать каждому надобно блинов. Прилавки в стилизованных шатрах просто ломились от изобилия угощения, кстати, приготовленного самими студентами. Кафедра финансов готовилась очень обширно к Масленице. Мы заранее все готовили, пекли сами блины, все хвалили нас, всем понравилось, факультеты были рады. И гости тоже были очень довольны нашими блинами. Масленица удалась. Традиции надо беречь, потому что это наше прошлое, настоящее будущее. Это надо хранить, сохранять детям, всем. Веселые корабельники, предлагая свой товар, нахваливали его шутками да прибаутками. Добрый молодцы с красными девицами зазывали всех гостей повеселиться на Масленице. В празднике приняли участие не только преподаватели, студенты, но и учащиеся школ города, представители отдела молодежи, администрации Армавира и другие. Очень здорово, что каждый факультет вот именно свою палатку сделал, со своими вкуснейшими блинами. И вот девчатам я говорю, девочки, вам уже можно выходить замуж. Блины пекут тоненькие, вкусные, ароматные, здоровские. Все здорово. В программе праздника были и другие мероприятия, такие как розыгрыш лотереи, в которые приняли участие все студенты вуза. Надо отметить, что выигрыш получили абсолютно все. Виново. Кроме того, были приготовлены выставки факультетов, которые посетили старшеклассники города. Здесь они получили уникальную возможность познакомиться поближе с вузом, после окончания которого не только будут иметь диплом о высшем образовании, но и смогут открыть свое дело. А между тем концерт продолжался. За танцами следовали частушки и другие номера. Программа праздника была чрезвычайно разнообразной и насыщенной интересными мероприятиями. Мы хотим, чтобы наши студенты выросли не просто хорошими профессионалами, а стали цельными личностями, чтобы у них был широкий кругозор, чтобы у них была высокая культура, чтобы они пронесли вот эти традиции прекрасные, золотые традиции наших дедов и прадедов. Кроме того, Ирина Оксаева добавила, что такого рода мероприятия в образовательных учреждениях должны проходить чаще и стать традиционными. Анна Мельченко, Станиславчинский, служба новостей Армавира. У православных начался пост. Длится он до светлого Христового Воскресения Пасхи, поэтому он и называется пасхальным или великим. Он является самым продолжительным и строгим. Длится 7 недель. В нынешнем году с 18 марта по 4 мая включительно. Сам спаситель отправился в пустыню, 40 дней был искушаем и ничего не ел. Великий пост установлен в честь воспоминаний о последних днях земной жизни, страданиях и смерти Христа. Но не только отказ от определенной пищи является формой воздержания, угодной Богу. Пост для верующих – это особое время. Время покаяния, раздумий и усердных молитв. Время очищения. Об этих и других событиях вы сможете узнать в любое время суток на сайте в интернете www.media.tv. Там же можно поучаствовать в обсуждении новостей и предложить свои темы для репортажей. На этом выпуск завершен. Далее традиционный метеопрогноз. Я же Марина Бартинева прощаюсь с вами и желаю только самых добрых новостей. Спасибо за внимание и не переключайтесь. Субтитры подогнал «Симон»